Всем здравствуйте! Урок русского языка. Откройте тетрадь, положите ее наискосок, запишите сегодняшнее число. Выполним с вами орфографическую минутку словарную работу. Спешите слова, вставляя пропущенные буквы. Поставьте ролик на паузу, выполните задание. Написали слова, давайте проверим. Слово СОБАКА пишется с буквой О. СОРОКА пишется с буквой О. ВОРОБЕЙ, две буквы О. УЧЕНИК, буква Е. РУССКИЙ, нужно запомнить две буквы С. ВЕ-ТЕР, нужно запомнить букву Е. БЕ-РЁ-ЗА, запомнить букву Е. УЧИ-ТЕЛЬ, нужно запомнить букву Е. Скажите, пожалуйста, чем похожи все эти слова? Тем, что они словарные слова. Давайте поставим в них знак ударения, а те буквы, которые вы вставили, нужно подчеркнуть и обязательно запомнить. Итак, чтобы поставить ударение, нам нужно слово позвать. СОБАКА ударение падает на второй слог. Скажите, а как можно это слово перенести с одной строчки на другую? Можно СО оставить, БАКА перенести или СОБА, АКА перенести. Правило переноса. Переносить нужно по слогам. Следующее слово. СОРОКА. Ударение падает на О. Вторую. О. СОРОКА. Это слово можно перенести по слогам. Также СОРОКА перенести или СОРОКА перенести. ВОРОБЕЙ. Ударение падает на Е. Должны запомнить две буквы О. Как перенесем это слово? Можно ВО оставить на одной строке, РОБЕЙ на следующую строчку перенести. Или ВОРО, АБЕЙЕ перенести. Следующее слово. УЧЕНИК. Ударение падает на букву И. Должны запомнить букву Е. Как это слово будем переносить с одной строчки на другую? Мы знаем правило, что одну букву нельзя вставлять на строке, поэтому будем переносить УЧЕ, а НИК можно перенести. Других вариантов здесь нет. Следующее слово. РУССКИЙ. Ударение падает на О. Здесь мы должны запомнить две буквы С. Скажите, пожалуйста, как можно перенести это слово с одной строчки на другую? РУСС. На одной строчке оставить. СКИЕ перенести. То есть двойную согласную мы разделяем. РУССКИЙ. Слово ВЕТЕР. Ударение падает на Е. Ставьте значок ударения. Безударный гласный Е. Как перенесем? ВЕ, АТЕР. Перенесем. Слово БЕРЁЗА. Нужно ли ставить значок ударения на букву Ё? Нет. Буква Ё и так показывает, что она ударная этими своими двумя точками. В этом слове нужно запомнить букву Е. БЕ-РЁ-ЗА. УЧИТЕЛЬ. Ударение падает на И. Как перенесем? УЧИ, АТЕЛЬ. Перенесем. Посмотрите еще раз внимательно на все эти слова. Мы сказали, что похоже тем, что это словарные слова. А какое слово здесь может быть лишним? И по какому признаку? Подумайте. Здесь лишнее слово русский. Потому что это признак предмета отвечает на вопрос, какой русский. А все остальные слова обозначают предмет. Опять же, чем еще они различаются? Тем, что во всех словах мы запоминаем гласные буквы, а в слове русский – согласные. Скажите мне, пожалуйста, на какие группы можно разделить все буквы русского алфавита? У нас есть буквы, которые обозначают гласные звуки, есть буквы, которые обозначают согласные звуки, и есть буквы, которые не обозначают звуков. А на какие группы можно разделить все согласные звуки? Посмотрите, все согласные звуки мы можем разделить на твёрдые, мягкие, звонкие и глухие. И звонкие и глухие у нас могут быть парными, а могут быть непарными, то есть пару не иметь. Парные, звонкие, глухие звуки. Это Б, П, В, Ф, Г, К, Д, Т, З, С, Ж, Ш. Почему называют их парными? Потому что они образуются в одном и том же месте во рту. Произнесите эти звуки и почувствуйте. Только звонкие, согласные, они произносятся с голосом, А, глухие, согласные, они произносятся с шумом. Они у нас могут быть твёрдыми, а могут быть и мягкими. Б, П, В, Ф, Г, К, Д, Т, З, С. Звук Ж, Ш никогда мягким быть не может. Поэтому здесь он только будет всегда твёрдым. Ещё посмотрите, пожалуйста, левее. Звуки у нас делятся на гласные, которые бывают ударные и безударные. Ударные очень хорошо слышатся, и в них никак невозможно допустить ошибку. А вот безударные гласные нужно либо проверять, либо запоминать, если это словарные слова. Также мы знаем, что всегда твёрдые – это Ж, Ш, Ц, а всегда мягкие – Ч, Щ, Й. И сегодня мы с вами на уроке поговорим о звонких и глухих согласных звуках. Послушайте рассказ Ивана Ивановича Самоварова. Вы уже знаете, что согласные звуки состоят из шума и голоса. В зависимости от того, есть ли в согласном звуке шум, согласные звуки делятся на звонки и глухие. Согласные звуки, которые состоят из голоса и шума, называются звонкими. Например, З, З, Д, Б. Звонкие согласные звуки обозначаются буквами Б, В, Г, Д, Ж, З. Согласные звуки, которые состоят только из шума, называются глухими. Например, П, П, Ф, Т. Они обозначаются буквами П, Ф, К, Т, Ш, С. Согласные звуки в русском языке образуют пары по звонкости-глухости. В русском языке есть непарные по звонкости-глухости согласные звуки. Произнесите непарные звонки согласные звуки. Они обозначаются на письме буквами Л, Р, М, Н и краткое. Непарные глухие согласные звуки. Они обозначаются на письме буквами Х, Ц, Ч, Щ. Слова с парным согласным звуком в конце не всегда пишут так, как слышат. Гриб, гриб, зуб, лес. Чтобы не ошибиться на письме, надо изменить слово так, чтобы оно оканчивалось гласным звуком. Болел грибом, собирал грибы, зубы, леса. Вы послушали рассказ Ивана Ивановича Самоварова. Ответьте на вопрос. Какие согласные звуки называются звонкими, а какие глухими? Звонкие согласные звуки состоят из голоса, из шума, а глухие только из шума. Давайте с вами откроем учебник страница 106-107 и выполним следующее упражнение. Упражнение 209. Прочитайте вслух слова с парными согласными звуками. Различаете ли вы значение слов? Послушайте. Зуб, суп, дом, том, жар, шар. Чем отличаются, какими буквами отличаются данные слова? Зуб, суп, первое и последнее. Дом, том, первыми буквами. Жар, шар, тоже первыми буквами. Скажите, пожалуйста, в какой паре слов встретились парные согласные? Зуб и суп. И обратите внимание, что произошло со звуком Б на конце слова зуб. Он стал глухим. Зуб. Так вот, звонкие согласные на конце слова и иногда в середине слова имеют такое свойство, они становятся глухими. И поэтому их нужно обязательно проверять. Давайте с вами прочитаем узелки на память выше. Согласные звуки, которые состоят из голоса и шума, называют звонкими. Они обозначаются буквами Б, В, Г, Д, Ж и З. Согласные звуки, которые состоят только из шума, называют глухими. Они обозначаются буквами П, Ф, К, Т, Ш и С. Давайте выполним с вами упражнение 210-е. Прочитайте пословицы, о чем они заставляют задуматься. Выберите одну из пословиц для списывания. Не одежда красит человека, а добрые дела. Кто спит весною, плачет зимою. Какие из выделенных букв обозначают звонкие согласные звуки, а какие глухие согласные звуки? Давайте посмотрим. Не одежда, Д, Звонкий согласный. После него гласный стоит и четко слышно. Красит, Т, Глухой согласный. Спит, С, Глухой согласный. Зимою, Звонкий согласный. Спишите пословицы, одну можно выбрать для списывания. И подчеркните буквы, которые встретились в данном предложении. Звонкая, С, Глухой согласный. Поставьте ролик на паузу, выполните это задание. А как вы думаете, для чего нам нужно знать эти пары согласных? Чтобы слышать в слове, есть ли опасные места для написания. Если слышим эти глухие согласные, это сигнал опасности. Значит, нужно проверить написание. Как же проверять? Давайте с вами посмотрим упражнение. Сравни написание и произношение согласных на конце слов. Спиши слова, изменяя их по образцу. Ёш. Написана буква Ж, а звучит как Ш, Ёш. Проверочное слово ЕЖИ. Что мы сделали? Изменили слово так, чтобы после согласного стоял гласный звук ЕЖИ. САД. Проверочное слово САДЫ. ЗОНТ. Проверочное слово ЗОНТЫ. ГРИП. Проверочное слово ГРИБЫ. ШИП. Проверочное слово ШИПЫ. МОРОЗ. Проверочное слово МОРОЗЫ. НОС. НОСЫ. РУКАВ. РУКАВА. САПОГ. САПОГИ. НАПИШИТЕ СЛОВА ПО ОБРАЗЦУ. ПАРНЫЕ СОГЛАСНЫЕ ПОДЧЕРКНУТЬ. НАПРИМЕР, В СЛОВЕ КРУГ. МЫ ПОДЧЕРКИВАЕМ БУКВУ ГЕ. В СЛОВЕ КРУГИ. МЫ ПОДЧЕРКИВАЕМ БУКВУ ГЕ И БУКВУ ИИ. МЫ ИЗМЕНИЛИ СЛОВО ТАК, ЧТОБЫ ПОСЛЕ СОГЛАСНОГО СТОЯЛ ГЛАСНЫЙ. ТОГДА ЧЁТКО СЛЫШИТСЯ, ЧТО ПИШЕТСЯ БУКВА ГЕ. ПОСТАВТЕ РОЛИК НА ПАУЗУ, ВЫПОЛНИТЕ ЭТО ЗАДАНИЕ. ВЫПОЛНИМ ЗАДАНИЕ. НАМ НУЖНО РАСПРЕДЕЛИТЬ СЛОВА НАЗВАНИЕ ПТИЦ НА ДВЕ ГРУППЫ. ТАК, ЧТОБЫ В ОДНОЙ ГРУППЕ СЛОВА НАЧИНАЛИССЯ СО ЗВОНКОГО СОГЛАСНОГО ЗВУКА, А В ДРУГОЙ С ГЛУХОГО СОГЛАСНОГО ЗВУКА. ПОСТАВТЕ РОЛИК НА ПАУЗУ, ВЫПОЛНИТЕ ЭТО ЗАДАНИЕ, А ПОТОМ ПРОВЕРИМ. ПОСТАВТЕ РОЛИК НА ПАУЗУ. ПРОВЕРЯЕМ. ЗВОНКИ СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ. СЛОВА НАЧИНАЮТСЯ С НИХ. В ВОРОНА, Ж ЖУРАВЛЬ, С СОЛОВЕЙТА, ГЛУХОЙ СОГЛАСНЫЙ, ЗЯБЛИК, ЗВОНКИЙ СОГЛАСНЫЙ, ТЕТЕРЕВ, ГЛУХОЙ СОГЛАСНЫЙ, ДЯДЬ, ЗВОНКИЙ СОГЛАСНЫЙ, ЦАПЛЯ, ГЛУХОЙ СОГЛАСНЫЙ, ГАЛКА, ЗВОНКИЙ, КУКУШКА, ГЛУХОЙ, Ч, Ч, ГЛУХОЙ СОГЛАСНЫЙ ЗВОК, ЛА, ЛА, ЗВОНКИЙ СОГЛАСНЫЙ ЗВОК, ЛАСТОЧКА. Кто выполнил так же, поставьте себе восклицательный знак. Вы молодцы! Выполним задание. Нужно вставить пропущенные буквы. Буквы даны внизу. Читаете слова и вставляете пропущенные буквы. Запишите слова. Те буквы, которые вставили, подчеркните, а потом проверим. Продолжение следует... Проверяем. Слово шалаш. Глухой согласный звук. МЕ-ДВЕ-ТЬ. Звук ТЬ. Как проверим? МЕ-ДВЕ-ДИ. Мы изменили слово так, чтобы после согласной был гласный. И тогда чётко слышно, что нужно писать букву Д. МЕ-ДВЕ-ДЬ. ЖИ-РА-Ф. Парный согласный. Надо проверять. ЖИ-РА-ФЫ. Изменили слово так, чтобы после согласного был гласный. СТРИЖ. Проверочное слово СТРИ-ЖИ. Нужно писать букву Ж. ГО-ЛУ-БЬ. ПЬ. Слышится ПЬ. Проверочное слово ГО-ЛУ-БИ. ГО-ЛУ-БЬ. Значит, нужно писать слово с буквой Б. ХО-ЛО-Д. Нет. ХО-ЛО-ДА. Д. РУ-КА-В. Проверочное слово РУ-КА-ВА. УТЮ-К. Слышится К. А нужно писать букву Г. Проверочное слово УТЮ-ГИ. ФЛА-К. Проверочное слово ФЛА-ГИ. МО-РО-З. МО-РО-ЗЫ. Изменяем слово так, чтобы после согласной был гласный. Тогда чётко слышится Арбуз. Арбузы. Сторож. Сторожа. Кто выполнил так же, поставьте себе восклицательный знак В. Молодцы. Орфограмму парной согласной подчеркните. Выполним упражнение двести одиннадцатое. Нам нужно составить пары слов и записать их по образцу. Подчеркните в словах буквы парных согласных. Смотрите. ЗАЙКА. И находим пару ему САЙКА. ПТИЦА. ГОРА. А ПАРА. КОРА. ДЕЛО. ТЕЛО. ЖЕСТЬ. ШЕСТЬ. Спешите пары слов. Подчеркните в словах буквы парных согласных. Они у вас везде будут первыми. И сразу прочитаем узелки на память. В русском языке есть буквы, обозначающие непарные согласные звуки. Званкие непарные согласные звуки обозначаются буквами Л, М, Н, Р и буква И краткая. ГЛУХИЕ непарные согласные звуки обозначаются буквами Х, С, Ч и Щ. Выполнить упражнение двести одиннадцатое. Подведем итог урока. На какие группы можно разделить все звуки согласные? Согласные звуки бывают звонкие и глухие. Звонкие согласные произносятся с голосом и шумом. Глухие только с шумом. Бывают парные звонкие и глухие согласные. Звонкие б, в, г, д, ж, з. Глухие п, ф, к, т, ш, с. Посчитайте, сколько пар. Пара – это двое. По звонкости – глухости. Сколько всего пар в русском языке звонких и глухих. Также у нас есть непарные звонкие. То есть у них нет пары по глухости. Р-Л-М-Н-Н-Е. И непарные – глухие. То есть у них нет пары по звонкости. Ц-Ч-Ш-Х. И еще раз напоминаю, что звонкие согласные произносятся с голосом и шумом, а глухие только с шумом. И ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. По какому принципу согласные буквы поставлены в пары? Б, п, в, ф, г, к, д, т, ж, ш, з, с. По какому принципу? Они звучат на конце слова одинаково. А если они звучат одинаково, значит, нужно их проверять. А как проверить парный согласный? Чтобы проверить парный согласный, мы изменяем слово так, чтобы после согласного стояла гласная буква. Запомните. С вами вместо репетитора была Елена Викторовна. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всего вам самого доброго. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok